Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. От вас приходит очень много сообщений, чтобы я показала, как сделать макияж на нависшем веке. Но, 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 еще раз. Так как я обладательница нависшего века, я решила показать этот макияж на себе. Первый этап, с которым мы начнем, это чуть-чуть консилером затонируем века. Почему? Потому что там есть вены, и если мы их не нейтрализуем, то макияж будет пятнить. Второй этап, меняем форму глаза. Мне нужно глаз увеличить и расширить. Для этого возьму карандаш для губ L09. Простраиваю изначально первую линию. Это линия длины глаза, то есть у меня глаз был вот до внешнего угла, сейчас он мне стал длиннее. Приблизительно до тех пор, где у меня заканчивается бровь. Дальше я захватываю всю нижнюю часть моего глаза, нижний объем. Если я надавлю, будет такое, как ощущение шарика. Вот весь нижний объем я захватываю и заполняю его карандашом. После прорисуем верхнюю зону. Нависшее веко это ненужный объем, который желательно затемнить. Поэтому прорисовываю линию сначала и начинаю затемнять. Не заходя на подвижное веко. Затемняя только неподвижное. Форма, которую я нарисовала карандашом, должна повторять форму овала. Либо такой миндалинки. Если мы прорисовываем, у нас получается форма овала. Далее берем пушистую кисть. Плоско такую пушистую. У меня номер 5 Blackwood. И растушевываем края тушевки. Видите, я специально взяла такой карандаш, который у меня идеально втушевывается в цвет кожи. То есть он красно-коричневый припыленный цвет. И он очень схож с цветом моей скуловой коррекции. Когда вы растушевали, у вас должна быть часть более темная, более светлая и свет. Дальше я беру стойкую помаду матовую от NYX. Все, как вы просили. Это недорогостоящие средства, но реально которые работают. И наносим на все подвижное веко. Цвет очень схож. Цвета моего карандаша чуть-чуть светлее. Растушевываю той же кистью, которой я тушевала карандаш. Видите, так как это мои личные средства, я сразу пользуюсь не с палитры, а с тюбика. Если вы работаете с клиентом, конечно, все нужно наносить с палитры. Купила недавно палитру, она средняя по ценовой палитике, но оказалась очень прикольная. Я не занимаюсь рекламой, вы знаете, поэтому советую то, что реально мне понравилось. Наверное, в зеркале видны мои видеооператоры. Но цвета реально классные. Поэтому мы полностью макияж сделаем этой палитрой. Берем самый светлый цвет и высветляем зону внутреннего угла и под бровью. И также закрепим консилер под нижним ресничным контуром. Далее нам нужна тень, которая втушуется в кожу. Поэтому я беру светло-коричневый и наношу на край тушевки. Он будет такой желтоватый, но так как у нас перед этим цвет идет припыленный, холодный, как раз он его нейтрализует и будет коричневый, схожий с цветом кожи. Закрепляем только край тушевки. Далее мы берем цвет темнее, уже более темно-коричневый. И наносим именно на неподвижное веко. Там, где у нас есть нависание. Все делаю одной кистью. Кисть номер пять у Телан. Поэтому макияж делаю очень быстро. Следующий этап. Затемняем внешний угол глаза более темным. Это такой темно-бордово-коричневый. Наношу на внешний угол и подтушевываю в свой предыдущий цвет. И нижний ресничный край. Затемняю. Беру большую кисть, шестерку. И подтушевываю края. Просто поглаживаю. Теперь возьмем пигмент. Возьмем его пальчиком. Если вы себя красите, вообще очень удобно. И нанесем на внутреннюю часть глаза. Для того, чтобы глаз в подвижное веко максимально выдвинуть. Если мы выдвинем подвижное веко, значит наше нависание уйдет вовнутрь. Сейчас возьмем подводку от NYX. Ой, наверное, не от NYX возьму. И прорисуем тонкую стрелку. Для того, чтобы просто контур был четче. Так как у меня очень светлые ресницы. Возьмем наш самый темный цвет, который мы наносили. И продублируем во внешнем углу. Но уже более мелкой кисточкой, заходя на стрелку. Чтобы стрелка сильно не выбивалась. Спросите вы, почему, чтобы она не выбивалась. Потому что у меня глаза разные. Одно подвижное веко больше, второе меньше. Если я прорисовываю четкую линию, это сразу становится видно. И у всех асимметричные глаза. Просто у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Не нужно из-за этого переживать. Наоборот, это придает вашему лицу определенные особенности. Изюминку. Для усиления внутреннего угла нанесем хайлайтер. Это хайлайтер LAM. И чуть-чуть под бровь. Совсем чуть-чуть. Если вы нанесете тонкую меню хайлайтера, то там, где у вас была матовая часть, она также станет еще глубже. И нависание будет не сильно видно. Туши прокрашиваю изначально нижние ресницы, а потом верхние ресницы. Меня особо природа не наградила. Меня особо природа не наградила. Природа не наградила. Сколько буквы «Р» в этих словах. У меня не слишком густые ресницы. Но что есть, то есть. Прокрашиваем, что есть. Теперь часто задаваем вопрос, как подобрать цвет помады. Очень популярная схема подбора цветов – это монохромная. Что это означает? Вы выбираете цвет, который у вас есть в макияже глаз, и переносите такой же цвет на губы. Например, мы простраивали форму с вами карандашом для губ L09 и возьмем его на губы. А центр сделаем немного светлее карандашом L07 от Илан. Если есть легкая сухость губ, как у меня, возьмите просто немного скин-протектора с органовым маслом и нанесите на центр губ. Так как макияж стал яркий, добавим сколового корректора, вернее бронзера даже от Илан. Теперь вы знаете, как сделать макияж для нависшего века. Надеюсь, выпуск был для вас полезным. До встречи! Всем пока!